Девушки отдыхают Все они спокойны и сосредоточены, читают ноты и совершают точные отработанные движения. А в мозге у них самая настоящая вечеринка. Откуда нам это известно? За последнее десятилетие нейробиологи значительно продвинулись в понимании того, как работает наш мозг, наблюдая за ним в реальном времени с помощью сканеров FMRT и PET. Испытуемых подключают к этим аппаратам, просят их что-то прочитать или решить арифметическую задачу и наблюдают за активностью участка мозга, связанного с заданием. Но когда ученые дают испытуемым послушать музыку, они видят фейерверки. В их мозге загораются сразу несколько участков, пока они воспринимают звук, раскладывают его на такие элементы, как мелодия и ритм, и собирают все это обратно для создания музыкального произведения в целом. Наш мозг выполняет эти шаги за доли секунды между мгновениями, когда мы слышим первые ноты и начинаем притопывать ногой в такт. Но когда ученые начали следить за мозгом непростых слушателей, а самих музыкантов, небольшие фейерверки превратились в салюты. Оказалось, что прослушивание музыки запускает в мозге несколько интересных процессов, а игра на инструментах похожа на его комплексную тренировку. Нейробиологи наблюдали, как в мозге зажигается множество областей, одновременно обрабатывающих разные сигналы по сложным, взаимосвязанным и удивительно быстрым алгоритмам. Но что такого в музыке, что заставляет мозг зажигаться? Это малоизученный вопрос. Но у нейробиологов есть неплохая идея. Игра на музыкальном инструменте задействует сразу все области мозга, особенно зрительную, слуховую и двигательную зону коры. Словно физическая тренировка, регулярная и последовательная практика игры повышает способности мозга, позволяя нам применять их в других видах активности. Самое очевидное различие между прослушиванием и исполнением музыки в том, что исполнение включает моторные навыки, контролируемые двумя полушариями мозга. Оно также совмещает лингвистическую и математическую точность, присущие левому полушарию, с оригинальными творческими порывами правого полушария. Поэтому при исполнении музыки было обнаружено повышение объема и активности мозолистого тела мозга, моста между двумя его полушариями. Это позволяет сигналам пересекать мозг быстрее и по более разнообразным маршрутам. Возможно, это и помогает музыкантам более эффективно и креативно решать академические и социальные проблемы. Поскольку исполнение музыки также связано с передачей и пониманием ее эмоциональной составляющей, музыканты часто обладают более высокими исполнительными способностями. То есть, они справляются с такими заданиями, как создание плана и стратегии, внимательны к деталям и одновременно анализируют познавательные и эмоциональные аспекты задачи. Эти способности также влияют на системную работу памяти. Действительно, музыканты демонстрируют превосходную память, создавая, сохраняя и извлекая воспоминания быстрее и эффективнее. Исследования показали, что музыканты используют свою сложную мозговую структуру, чтобы присвоить воспоминанию сразу несколько меток — концептуальную, эмоциональную, звуковую и контекстную. Все как в хорошей поисковой системе в интернете. Итак, откуда мы знаем, что эти преимущества связаны только с музыкой, а не со спортом или рисованием? Или, может быть, люди, занимающиеся музыкой, изначально были умнее? Нейробиологи исследовали эти вопросы и все равно обнаружили, что художественные и эстетические аспекты обучения игре на инструменте отличаются от обучения любой другой активности, в том числе другим искусствам. Исследование случайно отобранных участников, показавших одинаковый уровень умственных способностей и нейронной производительности, доказало, что у тех, кто учился исполнять музыку, развились многие области мозга, в отличие от других испытуемых. Недавние исследования умственных преимуществ от игры на инструментах расширили наше понимание умственных способностей, обнаружив внутренние ритмы и сложные взаимодействия, устраивающие в нашем мозге удивительный оркестр. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова